Это главное командование, это вообще бардак, что за первое время чумы? Что в ваших бошках происходит, в тупорылых ваших бошках? В это время идет война в Курске, это петухи, я их буду назвать петухами, потому что для меня сегодняшнего дня не существует ни первого канала, никаких артистов. Почему вы не устраиваете концерты, не едете на Гунайку, п***, вяжут детки, п***, петушня московская, или паркакаевы, или лимита? Мы хотим для жителей Суджи сделать фото, чтобы они имели сравнение, что происходило в Буче-Юрпене, сравненно с тем, что в них. Дана фотовиставка висит у американского сенатора Тома Блюгера. Він, когда приезжал до нас в Украину, взял фотовиставку в электронном виде, чтобы висит в Сенате, в Улучшених Штатах. Теперь она будет любить здесь для жителей Суджи, чтобы они не рассказали, что им очень тяжело, что они уже 2 недели живут в подвалах. В Украине люди 2,5 года живут не просто в подвалах, а не в людских условиях, без света, без води, без газа. Это певчатый дом, в котором образовало всего 5 инвалидов. 1,5 месяца люди жили просто в подъезде. Это дом в Бородянске, из 26 домов, которые были многоповерховыми в Бородянске, 14 домов были урожены авиационными бомбами. Это село Загальцы, Бородянскому району. Вся улица была такой выглядеть. Можете вас попросить, пожалуйста, что тут ранее было и почему вы сейчас здесь? Это был памятник Ленина, но россияне, как вы помните историю с открытым домом, так не доставали, что ты же никому. Этот памятник был выражен боеприпасом, если не помиляюсь, за певи дронов. Дай Боже здоровья. Здравствуйте. Где-то тут, брата, да? Да. А как вы планируете эвакуацию? А на чем? А куда? А куда? Дороги сказали. А на чем? А куда? Нет, опаснее вроде бы. Кабы будем, не боимся. А если вот будут сильные бомбежки кабами, да, вот этими управляемыми бомбами, которыми бомбят наши украинские города, вы будете здесь оставаться, если Россия начнет бомбить? Ну, а куда мы денемся? Будете прятаться в подвалах. Он подвал не спасает. Не спасает, от кабов не спасает. Что, они вообще задуреют людей. У нас очень много здесь людей. Очень много. Куда им бомбить? Они что, с ума сойдут? Бомбить. Зачем бомбить? Кого бомбить? Город пустой. С людьми, с живыми. Не знаю. Я не знаю. А, один раз умирать. Ну, что теперь делать? Мы уже пожили. Слава тебе, Господи. Детям бы пожить, а оно не дает жизни. Хотя бы они договорились, чтобы нас как-то мирно закончили. Зачем это? Зачем? Все. Землю жрать будете? Не будете. Никто. Ни наши, ни ваши. Зачем они это сделали? Ой, Господи. Ладно, дети. Ангел охранителя всем. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Никто не повезти. Хотя я от горсовета не знаю. В 22-м году. А? Два с половиной года назад. Что было? А у нас тут было тихо. У нас как-то нас не трогали тут. Ну, вот этих, как я их, дротиков называю. Допустим, там мы-то. Ну, мы так думали, да, поиграют, поиграют, да, дросятся. И то, что показывали по поводу украинской войны, ну, вот этого СВО, там показывали только то, что вот какая Украина плохая. Как Украина может быть плохой, если Россия буквально начала какое-то там освобожить специальную военную операцию? Операция для чего? Для кого? Кто просил? Там просто начали ужасное. Там настоящая война была. Там просто ужас. Жалко всех людей. Вот, вот что делали с машинами, посмотрите. Это целое кладбище машин. Это в первые дни войны. Их просто тупо расстреляли. Просто расстреляли. Это в селе авиационная бомба упала. Авиационная бомба, это видно, что это воинская часть. Это село обычное, такое же, как и Суджа село. Или это город? Город? Хорошо. А это село, в котором военных не было. Вы поддержали своего президента и развязали ему руки то, что он пошел на Украину войной. Не СВО, а войной. Что привело к тому, что погибли люди и дети. Вы знаете, сколько детей погибло от авиационных ударов? Не знаете? Больше тысячи детей. Больше трех тысяч детей остались инвалидами. Без рук, без ног. Вы навязываете в Украине русский мир? Это мир? Мертвые дети, беременные женщины взорванные в Мариуполе, в этом драмтеатре. А вы что думаете, что это мир? А как же вы теперь спрашиваете и говорите, а что же происходит, как же это произошло? Вот так вот и происходит. Вы молчите, вы даете право своим правителям, они вот это делают. Это не мы делаем. А что мы сделаем простой народ? Вот скажите, что... А что в Украине простой народ сделала своим президентом Януковичем? Что сделал сейчас? Все, а ты что это думаешь? Ага, но до Москвы не досунуло. Давайте обниму вас, бабулечка. Родненький, Ленгий Лешик, дай Бог тебе бабу. Спасибо. Счастья тебе. И вы. Поможи тебе, Господи. И вы будьте здоровы. Надо все это прекратить, сесть за стол и решать вопрос. Для того, чтобы прекратить, надо тут не сидеть. Надо идти и решать вопросы там. Надо собирать народ России, идти в Москву и говорить там, чтобы все слышали. Они же поэтому вас и не слышат, что вы только здесь сидите, говорите, возмущаетесь. Что происходит? У нас идет полноценная масштабная война в Курске, под Курском, в Курской области. Эти петушня московская устроила эту новую волну. Заплатили миллиард денег. Это геи, это петухи. Я их был назвать петухами, потому что для меня с сегодняшнего дня не существует ни Первого канала, никаких артистов не существует. На этого сраного, этого белобрысого шамана тратят миллионы денег, чтобы возил, пел песню русский. В это время гибнут наши дети. Мы собираем по крохам на квадрокоптеры, на нивы, на шлемы, на трусы. Мы помогаем нашей армии. В это время вы устраиваете концерты на миллиарды рублей. На миллиарды рублей наших законопослушных граждан, которые, помимо того, что собирают деньги, еще платят налоги. Почему вы не устраиваете концерты, не едете на Гунайку, где вяжут сетки, почему вы не ездите на Пшиш, где собирают бабушка 90-летняя свечки для солдат делать, чтобы они грелись. Вы едете, или это петушня московская, или там какая вы, лимита. Вы едете в Сочи, за наш счет живете там, устраиваете концерты. В это время идет война в Курске. По 15 тысяч раз дали людям, за внесенный ущерб, по 15 тысяч раз дали. Артистам дали по 6 миллионов за выступление на новой волне. Почему вы не едете туда? Что за пир во время чумы? Вы что в ваших бошках происходит? В тупорылых ваших бошках. Вы иноагенты. Я вас объявляю всех иноагентами. Потому что в то время, когда гибнут наши дети, берут их в плен. Вы поете, вы кайфуете, вы гуляете, вы что, вы же лимита московская, сраная. Вы все иноагенты. Собирайтесь, уматывайте в эту свою сраную Америку. Надо, чтобы Бастрыкин возбудил уголовное дело против вас. Потому что вы иноагенты. Потому что этот миллиард денег можно было купить, кучу карток квадрокоптеров, и выиграть уже войну давно. Уже забыли про нее. Короче, ребята, что-то творится непонятное. Что происходит? Где враги? Я считаю, что это главнокомандование, это вообще бардак. Вы, наверное, реально живете, мы живем с вами в разных странах. Потому что я не понимаю, как может страна воевать. На нашей территории враг пришел, умирают наших детей. А вы устраиваете концерты, плесульки, ха-ха-ха, хихихи. Ребята, так дело не пойдет, друзья мои. Что-то происходит. Я объявляю всех этих певцов, певиц, этих шансонеток, этих шуфу. Это иноагенты, это враги народа. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других зручных платформах. Реквизиты в описании к видео.